всем привет ребят и мы продолжаем делать нашу игру rts plus tower defense на unity и так пожалуйста не переключайтесь досмотрите ролик пожалуйста конца там море полезной информации чтобы вы понимали как это работает вы можете просто скопировать но зачем это просто посмотрите пожалуйста ролик до конца и я обещаю вы узнаете что-то новое что-то полезное вот так вот а давайте я покажу теперь что у нас вообще должно получиться в самом конце чтобы вы так сказать поверили что у нас будет что-то нормальное берем таверну создаем и у нас есть кнопки найма юнитов то есть и вот мы их наняли у нас вот идет процесс найма собственно и еще раз сейчас будет об вот принципе вот такая вот система должна у нас получиться в конце вот это то что не исчезает просто не не обращайте внимание я просто там не убрал эту штуку она вообще не нужно ее нужно убрать отсюда так что вот так вот собственно всем приятного просмотра и мы начинаем давайте пока миссия сделаю по быстренькому интерфейс я это ускорил и скажу пару слов таких если вы не сможете сами интегрировать я принципе выложу скрипты под видео и в следующем видео когда мы это доделаем уже где будем прям создавать юнитов там и так далее то есть я расскажу как пользоваться этой системой так что вот так вот подписываемся на канал ждем следующего видео итак давайте приступим к созданию непосредственно я сделал папку таверн то есть в нашей папке где у нас скрипты и билдинг с постройки до товар и туда поместил наш компонент таверны то есть давайте еще создадим сразу же компоненты которые нам понадобятся для работы то есть работать с интерфейсом у нас будет уже отдельный компонент то есть game hat будет просто передавать управлением то есть давайте мы его и состоим назовем мы его как юнит юнит киви что означает у нас юниты в очереди не что-то очередь юнитов да и для собственно непосредственно самого списка юнитов нам потребуется как это сказать так структура то есть юнит дата да где у нас будет храниться общая информация то есть для магазина непосредственно до до магазина то есть и я сделал вот еще две кнопки обычные кнопки а у них ничего нету собственно давайте перейдем в код непосредственно начнем делать нашу откроем скрипты которые нам понадобятся это таверн game hat очередь юнитов и дата юнит дата давайте сразу пойдем юнит дата и ее сделаем то есть вот это уберем вот это уберем подключим пространство имен чистым систем для сериализации наследование мы тоже уберем и это у нас будет не класс а структура и нужно сериализовать ее на чтобы вывести в поток данных что помогли управлять и давайте что у нас будет магазине хранится типа стринг это название нам понадобится мы будем при наведении курсора на иконку мы будем еще какую-то инфу выводить но это в другом видео лорд давайте create time то есть время которое нужно чтобы из юнит нанялся до время найма паблик and cost до его стоимость и нам юнити энджин не оставил нам нужно еще и гейм обжект а с 1 давайте возьмем спрайт то есть это у нас будет иконка аватар но можно айкон назвать давайте назовем просто аватар а я вечно иду инициализировать и паблик гейм обжект и сам объект то есть игровой объект который мы будем спавнить непосредственно давайте перейдем в таверну и инициализируем и вообще начнем первое что нам нужно это статус идет процесс какой-то найма юнита или нет булевая тип у нас до перемены будет им как бы его назвать то статус ну давайте с статус таки назовем почему бы нет да изначально будет фолз то есть и теперь нам нужно создать нашу наш лист до магазин лист создаем юнит юнит дата назовем его как юнит то есть давайте не улиц лист по-бырому все это накидаем все у нас есть юниты которых мы можем создавать давайте сразу же их инициализируем собственно пойдем в при фабы таверна я нажимаю клавишу пи у нас открывается редактор да у меня тут есть 2 до тестировал просто и давайте сделаем без собственно два элемента добавим и назовем к примеру юнит один почему бы нет время создания 5 секунд стоимость примерно ну 25 давайте сделаем аватарку я сюда нам импортировал какие-то картинки рандомные вот так вот game object мы пока не будем присваивать а нам не нужен юнит 2 сделаем время создания ну к примеру 10 секунд почему бы нет также 25 пусть стоит ну ладно 20 и какой-нибудь уже от так сказать отличающиеся да все инициализировали наших юнитов это будет магазин куда мы будем добавлять сюда юнитов это статус и найма теперь давайте сделаем лист в котором будет находиться непосредственно индексы этих юнитов которые в очереди то есть по сути очередь у нас будет состоять из просто индекса лист интеджер и юнит юнит киеве можно вот так вот называть вроде бы я правильно говорю муж и нет не знаю вроде бы это как то есть в этом листе у нас будет храниться уже непосредственно очередь то есть мы будем сюда добавлять они будут добавляться в конец кто не знает в листы если вы что-то добавляете эти элементы добавляются в конец то есть текущие юнит который мы создаем у него всегда будет индекс 0 мы его удаляем то есть очередь перемещается в левую сторону да ну думаю с этим понятно ну и нам еще давайте отдельно потребуется переменные public float это макс тайм то есть время то есть мы время будем записывать в переменные чтобы не обращаться постоянно к лесам лист ли сам листам индексом ну и так далее да и давайте сделаем собственно сразу же процесс найма по-бырому статус то есть если статус true то есть есть какой-то процесс мы проверяем проверим количество юнитов юнитов юнит в очереди да у нас есть такое название скрипта да только с большой буквы давайте возьмем нижнее слэш чтобы просто не путаться потом придумаем какие-то названия каунт количество больше нуля то есть если там больше 0 до а иначе мы процесс ну статус делаем фолк если у нас есть элементы в очереди давайте запустим проверку времени куртайм если она больше либо равно макс тайм почему нам это нужно делать потому что мы будем уже непосредственно прибавлять время а не отнимать чтобы прогресс бар но не не инвертировать прогресс бар все просто плюс равно тайм дельта тайм иначе мы просто прибавляем к этому времени до тайм дельта тайм если так то давайте сразу же куртайм куртайм сразу же обнулим в ноль-ноль чтобы ничего не происходило в дебаг можно сделать название войлок вот так вот спаван юнит и можно здесь сделать индекс какой-нибудь давайте перейдем в юниц юниц то юниц вот юниц и к индексу обратимся как юнит к ю и нулевой то есть нулевой всегда будет текущие потому что мы будем текущие удалять индексы будет смещаться вправо все просто элементы будет смещаться в точнее не вправо а влево то есть давайте я вам покажу чтобы надеюсь чтобы было более понятней то есть смотрите у нас есть элементы вот они да то есть примеру это очередь то есть это лист там есть элементы то есть очередь у нас будет ну и очередь это можно представить еще в виде очереди то есть нулевой всегда будет текущие то есть мы дождались времени то есть когда мы до в очередь добавляем юнита да он будет добавляться в конец как я уже говорил если в лист вы что-то добавляете этот элемент добавляется непосредственно в конец то есть Получается в конец очереди. Правильно? Правильно. А текущий будет всегда нулевым. Мы подождали время, сколько надо. Мы его удалили. Как я уже говорил, все элементы сместятся влево. То есть они сместятся в левую часть. То есть этот элемент станет уже нулевым. У него индекс будет 0, у этого 1, у этого 2. Если мы вот этот самый первый удалим, то есть они сместятся еще раз влево, и этот элемент уже будет у нас, у него будет индекс 0 и 1. И так пока вся очередь не закончится. Этот удалим, у этого станет 0. Этого удалим, все, у нас 0 элементов. Думаю, понятно с нашей системой. Я сверну, чтобы ничего не было лишнего. И давайте просто будем выводить его имя. Name. А, спаун сделаем уже в следующем видео. Текущее время обнулили, все. Все, в принципе, сам процесс, он уже сделан. Все, что нам нужно, это теперь давайте еще кое-что сделаем вот тут. А, max время. То есть мы максимальное время будем устанавливать как units. Идем в units. Здесь берем мы create время создания. И элемент у нас будет тот, который находится в текущей в очереди. А текущий у нас всегда нулевой. Понятно, да? Чтобы найти текущего юнита в магазине, который сейчас в очереди создания, все просто, его индекс всегда будет находиться в нулевом элементе листа unit.qe. Все просто. Ну, все, в принципе, сам процесс уже готов. Все, что нужно сделать здесь, по сути, это отспавнить юнита и сделать саму покупку. Давайте это реализуем. Саму покупку, я думаю, мы сделаем ее в unit.qe. Этот компонент мы, по-моему, не присвоили. Давайте присвоим. Перейдем в game world и на наш game world присвоим этот компонент. Эти кнопки и будет уже непосредственно обращаться к этому компоненту, где у нас сейчас и напишем. Давайте покупку. Void by unit, к примеру. Почему бы нет? Он будет принимать индекс. Все просто. Индекс элемента, который мы хотим купить. Его индекс будет соответствовать индексу в нашем этом. Давайте пойдем и сразу же настроим эти кнопки наши, которые там имеются в интерфейсе. Это просто две кнопки. То есть нажмем плюсик. Идем в scenes, в game world, да, где хранится у нас скрипт. Идем в unit.qe и by 0. То есть первая кнопка 0. Идем ко второму. Делаем то же самое. Stance, game world, function, unit.qe и все. Здесь один уже. То есть один. Ну и так в принципе. Каждая, то есть присваиваем индекс кнопке той, такой, за который она отвечает. За какого юнита она отвечает. То есть давайте перейдем. То есть как я уже говорил, вот они индексы. То есть это первый элемент. У него индекс 0. У второго 1. У третьего уже непосредственно 2. У четвертого 3. И так, вот так вот. Все просто думаю. Давайте сделаем 2. Умножить 2 их. То есть это уже непосредственно очередь. Сюда будет просто добавляться юниты. Ну их не индексы из этой очереди. Давайте проверим, хватает нам либо блана покупку. А мы не можем это проверить, потому что у нас нет ссылки на game mode. Давайте ее получим. PreVate. Gmod. Gmod. И сразу же получим в методе start непосредственно ссылку на наш game mode. То есть мы можем сразу вызывать. Давайте я исправлю здесь ошибочку. Сразу вызывать метод getComponent. Он будет вызываться от текущего gameObject, на котором висит данный скрипт. Все просто. Ну и естественно мы будем брать getComponent, ну брать этот компонент gameMod с текущего gameObject. Они у нас висят там же, где и в gameHat, и в gameMod. И значит мы все получим. И давайте проверять стоимость. Идем в gameMod. Текущее количество голды у нас там есть, если оно больше либо равно стоимости юнита. А у нас сейчас нету доступа к таверне к текущей, который мы выделили. Давайте это и сделаем, собственно. Именно нам нужен компонент непосредственно, давайте сделаем паблик таверн. И, ну можно назвать его карта таверн. Вот так вот. Там будет храниться у нас непосредственно ссылка именно на тот компонент таверн, который выделен. То есть именно у тот, у которого, ну, какую таверну мы выделили. То есть их может быть две, у нас три, да. То есть поэтому нам нужно пойти в gameHat и это, собственно, сделать. Чтобы этот компонент устанавливался именно таким, какой нам нужен. Все просто. Давайте здесь получим еще приватную ссылку на наш компонент unitQui. И получим ее в методе старт непосредственно. Все. Теперь смотрите. У нас есть выделение, да. То есть как оно у нас работает. Кто не смотрел предыдущее видео, можете посмотреть. Выделенный объект, если мы выделили что-то, да. У нас есть updateStart, то есть проверка, первый раз мы обновляем интерфейс или нет. То есть и при первом обновлении мы инициализируем какие-то значения, которые не обновляются, да. И какие-то компоненты получаем, чтобы не вызывать метод getComponent. И также у нас есть распределение по типу. То есть отображаем нужные панели, то есть когда мы ферму, да. То есть caseFarm, то есть и Tavion. Все просто. Идем туда, где наша таверна, потому что мы работаем с таверной. И идем в unitQui. Собственно, что нам там нужно? Там нужно нам таверн, курд таверн. Присвоит компонент как gameMod. Идем. То есть берем текущее выделенное здание. Оно находится в selected в gameMod, да. У него берем getComponent непосредственно tavern. То есть тем самым у нас в unitQui здесь будет находиться именно тот компонент здания, которого мы выделили. То есть мы выделили эту таверну, только ионный компонент тут будет находиться. То есть непосредственно скрипт будет работать именно с этим компонентом. То есть все просто. Ну и давайте здесь сделаем переменную сразу же, булевую переменную, типа updateUI назовем ее. То есть нужно нам обновлять интерфейс или нет. То есть если... И давайте их сразу пойдем в hat. И вот так в unitQ, update. И сделаем его true-шным. То есть true. Все просто. Мы выделили таверну и ионный компонент этой таверны, да. Основной ионный компонент мы передаем в unitQui. То есть вот сюда. И переменную сделаем true. То есть давайте пойдем в update. Сразу же сделаем проверку на вот этот вот, нужно ли нам. То есть, а если нет, то в принципе ничего делать и не нужно. Посмотрим, что мы в геймхаде делаем, когда мы не выделены. То есть если таверна, то мы просто farm таверну, ну мы скрываем интерфейс, поэтому все нормально. То есть у нас даже писать ничего и не нужно в Qui. То есть у нас само там все делается. То есть это вообще прекрасно. Это все хорошо. Это значит, что мы выделили таверну. И нам нужно обновлять ее на интерфейс, непосредственно динамический, который, да, хочу отметить. Что нам нужно еще проверить? Если вообще у нас какие-то юниты в этой очереди, да, идем в текущую таверну, где у нас unitQui и count проверяем. Если он больше нуля, то у нас есть очередь какая-то юнитов на создание. И мы, собственно, вот тут будем его делать. Если у нас этого нет, то вот тут уже непосредственно элементы интерфейса мы должны скрыть какие-то. Это прогресс бар, это какие-то иконки, да, там, которые вдруг они каким-то образом там появятся. Давайте это сделаем. А, у нас нету прогресс бара. Давайте получим ссылки на наш пользовательский интерфейс. Скьюзинг, юнити энджен, юай. И я думаю, где-нибудь после даже вату-то можно это сделать. Даже не после, давайте сделаем в начале. Паблик это первый тип, это имейдж, потому что у нас будет прогресс бар. Давайте назовем его прогресс бар, так и назовем. Далее мы создадим уже лист непосредственно. Имейджов, да, и назовем, как его, как бы назвать этот лист, да, аватар. Ну, давайте аватар с иконки. Ну, или можно просто вот так вот, айконс. Айконс. Давайте айконс назовем. Давайте пойдем и сразу присвоим интерфейс, чтобы, ну, не париться. Так, я нажимаю О, перехожу сюда, вот сюда. И где наш интерфейс? Вот интерфейс таверны, который вот я сделал его. Идем в GameWorld. И нам это, собственно, нужно сделать. У нас максимум будет 3 юнита в очереди. То есть, поэтому мы в Айконс добавляем всего 3. То есть, сколько у вас юнитов в очереди может быть, столько и картинок должно быть. Все просто. И нам еще нужно сейчас будет, наверное, сделать переменную. Прогресс бар давайте я возьму сюда, присвою. CurrentUnit. То есть, это вот эта вот большая вот, то есть, текущий юнит. Он всегда будет нулевым, как я говорил, да, нулевым. А все, что сзади него, это вот 2 юнит и его на иконка 3. Ну, карта верна, это текущая таверна, да? То есть, вот так. Вы можете сделать их все одинного размера, но я говорю, порядок должен быть таким. То есть, у нас, смотрите, вот первая иконка, вторая иконка, да, и третья. В таком порядке и присваиваем непосредственно в данный лист. Как я уже говорил, мы будем просто нулевой убирать, и они будут смещаться вверх. То есть, мы этот убрали, вот эти вот перешли вот сюда. Последний мы скрыли. Все просто. Вот так это будет и работать. И, чтобы расширять нам было проще, собственно, количество юнитов, мы перейдем в таверну. Давайте. И здесь уже непосредственно сделаем такую переменную, как publicInteger. MaxTurn, назовем ее, да? Или даже не. QIn. Давайте назовем. Вот это сложное слово. Какой-то язык ломается. Вот так вот. То есть, это будет означать максимальное количество юнитов в очереди, которые мы можем иметь. То есть, и давайте проверять теперь будем вот тут. А, ну и тут-то будем проверять. При добавлении нам будет надо даже не так вот. Давайте посмотрим, можем ли мы тут что-то добавить или не нужно. Ну, в принципе, тут вообще ничего не нужно менять. Давайте перейдем уже вот сюда и, собственно, все просто сделаем. Это максимальное нам не нужно уже, да? Разберемся сейчас, куда его пристроить. Давайте я что-то вообще перемешал из головы. Давайте делать интерфейс. Если нам не нужно, мы просто берем 4H. Ну, мы можем использовать 4H. Давайте будем использовать 4H. Просто пойдем по всему массиву иконок и скроем их. Тип у нас image. Я делаю tmp, называю переменную примерно. И icons, то есть наши иконки. То есть наш tmp, обращаемся к gameobjectу и setActive делаем false. То есть просто скрываем. Все просто. Если у нас нет никакого найма, то и делать нам, собственно, ничего и не нужно. И давайте еще прогресс бар вы тут откроем. ProgressBar. Нам нужен gameobject setActive false. Все круто. Теперь, когда у нас нету процесса, ну, нету очереди юнитов, наш интерфейс будет скрываться. Просто-просто. А теперь нужно нам отобразить все в нужном порядке. Для этого уже создаем цикл for непосредственно. Переменная типа i-ключ, где будет находиться, стоишь от нулевого элемента. И до количества иконок. То есть мы будем проходить сперва. То есть процесс будет проходить по всему, вот это вот, как это сказать, по иконкам. Если наша i меньше, потому что, чтобы не отнимать минус, точка, да, то есть меньше, i++. То есть данный цикл будет проходить по всем элементам icons. И давайте будем проходить по всем элементам. Вот представим, мы проходим и ноль, то есть первый элемент. Что мы делаем? Нужно установить сюда нам иконку непосредственно. Для этого мы будем использовать условия, и мы будем его проверять именно с очередью. То есть если i меньше очереди, то есть идем в CartAware, очередь.unit.quee.account. Если меньше нашего количества юнитов в очереди, то мы, собственно, чтобы не выйти за диапазон, все, и отображать именно нужные элементы. Если мы вышли за диапазон, то если, да, вышли, то мы нужно скрыть эту иконку. То есть цикл будет идти от меньшего к большему, а мы будем просто добавлять в конец и уменьшать юнитов, да? Я думаю, это непонятно как-то выглядит. Давайте я напишу и уже расскажу вам. Нам нужно просто icon, icons, текущий icon, то есть, да, то есть мы будем проходить по всем элементам. Спрайт установить, спрайт это source.mh, который там находится, да? Установить иконку просто. Иконка наша будет, находится в магазине. Идем в таверну. Units. Магазин. И нам нужно эту иконку получить. Какой индекс? Индекс хранится в очереди. Отбращаемся к очереди. Куи. То есть идем обратно, то есть, извините, куи. Это же находится в таверне. Unit. Куи. Нулевой индекс. Ой, нулевой, извините, не нулевой индекс, а i. И, собственно, там берем аватар. Вот поэтому ошибка была. Потому что мы спрайту назначали элемент массива вообще. Ох. И, ну, и можно его отобразить, то есть, на всякий случай давайте это сделаем. То есть, когда иконки будут скрываться, нужно их потом отображать. GameObject. И поставим уже непосредственно true. А вот это можно вот сюда скопировать. То есть, когда мы уже за пределами нашего количества элементов, которых в очереди, мы у них скрываем. То есть, и что у нас будет происходить? Смотрите. У нас нулевой элемент. Мы пошли в магазин. Взяли текущий индекс текущего юнита, который находится в очереди. То есть, например, вот сюда его на иконку вставили. Идем к следующему. У нас один. То есть, идем в очередь. У нас там есть какой-то юнит. Берем опять его на индекс. И присваиваем иконку. Идем в следующем. Смотрим. Ага, а все. У нас количество элементов уже закончилось. То есть, вот, да? Я же говорю, мы проверяем. Вот. Все. У нас закончилось количество элементов. Все. Нам сюда ничего не нужно. На эту иконку мы скрываем. Собственно, что мы и делаем вэлс. То есть, скрываем. То есть, давайте посмотрим, как это работает. Давайте допишем покупку. Нам нужно проверить, хватает ли нам бабла. Идем в гейммод. Голд. Если оно больше, либо равно. Картаверн. Ой, опять пишу шоп уже. Шоп. Сюда вписываем индекс юнита, который мы передаем по кнопке. Да, и там берем кост. То есть, да, нам хватает бабла. Здесь сразу же проверим, занята ли, ну, очередь. Не превысили ли мы лимит. Вот для этого нам и нужна будет переменная max. Мы будем не с количеством элементов в листе работать, а с переменной max, которая там находится. То есть, идем в курдаверн. Max. Ой. Max. Куи, да? Ой. Я же правильно. Кьюи. Если это число, ну, можно даже не так вот сравнивать, а вот так вот. Курдаверн и юнит кьюи, да? И там берем каунт. То есть, если это значение больше, вот тут нужно уже больше, либо равно. То есть, если у нас там больше, либо равно, чем максимальное число. То есть, к примеру, у нас в очереди мы можем максимально, вот в переменной, да, она будет обозначать. Максимально хранить 4 элемента. Например, юнит кьюи, там сейчас находится 4 элемента. Она возвращает нам, естественно, 4. 4 больше, либо равно. Да. Больше, либо равно. Тогда давайте сделаем вот тут меньше. И вот так вот. Меньше. То есть, у нас 4 элемента, да? Вот 4. И тут, к примеру, у нас 4. 4 меньше? Нет. Оно не меньше. Они одинаковые. У нас не выполнится. Условие ложное. То есть, условие наше будет выполняться вот это только тогда, когда текущее количество юнитов будет меньше. Например, 3. 3 меньше 4? Да, меньше. Выполняем, не меньше, не выполняем. Равно не надо здесь ставить. Если равно, то есть, 4 равно 4? Да, равно 4. Мы происходим процесс. То есть, все просто. Ну и, собственно, давайте добавим юнита. Кует. Tavern. Нет. Кьюи. Вот это вот. Метод ADD. Метод ADD добавляет в конец непосредственно юнита, да? То есть, в конец листа. Все просто. В конец листа. И давайте туда добавим непосредственно наш индекс. То есть, индекс юнита, которого мы хотим создать. Да? Все просто. И прямо здесь мы можем, по сути, уже делать и ставить update UI true. То есть, включить непосредственно update UI true. Вот. Все. Давайте пойдем в таверну. И когда мы уже создадим юнита, мы его удалим. То есть, идем в нашу очередь. Здесь есть несколько вещей. То есть, есть метод remove, который удаляет именно, видите, item написано. Именно item. То есть, такой же элемент. То есть, у вас, например, есть список персонажей, да? Он хранится в листе. Чтобы удалить, например, вы хотите удалить конкретного персонажа. Вы можете сюда указать его на индекс. А если вы не знаете индекс, вы можете вызвать метод remove и передать туда этого персонажа. И метод сам найдет этого персонажа в листе вашем и его оттуда удалит. Ну, потестите, попробуйте поиграться с этим, почему и его нет. Move range удаляет нам диапазон индексов. Remove add удаляет какой-то определенный индекс. И мы удалять будем всегда нулевой элемент. То есть, всегда текущий. Ну, в принципе, все должно работать у нас, думаю. Давайте проверим. Давайте сделаем фарм, к примеру. Почему немного поставить? А, у нас что-то где-то... Может, так, давайте тогда сделаем вот так. Посмотрим вот этих кнопок. Господи, я перепутал кнопки, когда настраивал. То есть, давайте сделаем. Бата 0. Вот эти вот две кнопки, по-моему, они относятся... Да, они относятся к совсем другому. Я-то думаю, в чем проблема? Functions... Где у нас startBy, то есть, единица. Давайте опять гейм сюда, в контроллер. StartBy 0. Я-то думаю, где ошибка? Я кнопки перепутал, когда методы вызывал. То есть, фарм. То есть, давайте. Опа, опа. То есть, вот. Выделение работает, да? Давайте я поставлю на паузу. Выделю нашу таверну. Посмотрим, что произойдет. Возьмем вот эту вот нашу очередь. То есть, первый юнит. Да? Мы нажали. Второе. Ничего не происходит, потому что нам, наверное, золота не хватает. Кек. Давайте. Давайте добавим больше голды. Гейм-мод. А у нас касаль там целый. В смысле? У нас касаль. У нас должно хватать все. Давайте перейдем в таверн. И вот эти вот кнопки посмотрим. By unit 0. By unit 1. А что тогда не работает? Перейдем в unit Q. И давайте посмотрим проверку. Если золото больше, либо равно. То есть, то нам хватает на покупку. Все правильно. И тогда давайте еще будем отнимать вот тут сразу же. А, вот тут-то будем отнимать. Гейм-мод. Голд. Сейчас узнаем. Минус равно. Ну, спишем бабки за стоимость. Картаверн. Адд. Индекс. Update UI. Таверн. К примеру. А, у нас изначально статус false. И давайте сделаем статус у таверны нашей. Картаверн. Статус. True. А статус у нас становится false когда-нибудь. Вот, когда все закончилось. Все, 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 все. Я уже испугался, что у нас где-то ошибка, ребят. Поехали. То есть, скомпилировался код, да, я что-то не заметил. Таверн. Давайте пауза. Таверна. Unpause. И, к примеру, вот первого. Ничего не происходит. Опять ничего не происходит. Опять ничего не происходит. Опять ничего не проинт кондент. Почему? То есть, а где у нас что-то сломалось? У нас что-то сломалось, пацаны. Unit QE. Buy Item. Индекс передаем. Если текущая голда больше, либо равна стоимости. Индекс, который мы подаем, проверяем с магазином. И по сути, да. Если текущее количество меньше, да, max. О, господи. Еще одна проблема. Мы не настроили максимальное значение. У нас 0, поэтому мы не можем. Максимально 0 можем создавать. Давайте сделаем. У нас 3. То есть, давайте сделаем 2 и посмотрим. Потому что убедимся, что я действительно не что-то где-то накосячил. А именно в этом и была проблема. То есть, 1 юнит, 2 юнита. И вот, 3 уже не этого. У нас не работает прогресс бага. Так, я извиняюсь. Извините, я сразу не допер. Но, чтобы не тратить ваше время, я просто за этого сразу же нашел, в чем была проблема. То есть, проблема, почему у нас вот тут-то была. Потому что мы сперва удалили, а потом еще и выводим в консоль. То есть, мы должны выводить в консоль раньше. То есть, мы уже обращаемся к индексу, когда он не существует. То есть, мы еще к нему обращаемся. То есть, я немножко это забыл. То есть, удаление из элемента нужно в самом конце. То есть, дебаг надо просто повесить выше. То есть, у нас дебаг ругался, но... Вот это вот профессиональные комментарии мне нравятся от студии. Давайте проверим нашу очередь. И почему у нас вообще прогресс бар не работает. Куртайм. Разберемся. То есть, макс тайм. Мы его установили. Юнит кьюи. То есть, апдейт true. Проверяем. Прогресс бар, по идее, должен выполняться у нас. То есть, текущая. Филамоунт. Делим на максимальное. Это же деление. На макс тайм. Все просто. Да, должен работать. Давай, поехали. Проверяем. Прогресс бар, все нету. Почему он... А, он есть, но мы его не отображаем. Сори. Сори, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Я немного за... Втыкал. Давайте мы его где-то тут. И давайте тут будем прогресс бар. Просто, чтобы работало, естественно. Чтобы уже не затягивать время. Потом мы уже в следующем видео все доделаем нормально. Все. Сейчас функционал написали. А потом уже будем улучшать, заулучшать и так далее. Ну, в принципе, как обычно мы делаем. Ехала массовка. Создаем таверну. Хоп. Нажимаем. И вот, пошел. Давайте юнитов разных типов. У нас всего два. Мы больше не можем добавлять. Опа. Добавили. Да. Собаку. Теперь. Да. В консоль выводится имя созданного юнита. Давайте посмотрим, какое у него. Юнит два уже. Вот этого юнит один. Его имя. Да. То есть, все уже работает. Нам только осталось сделать спаун. То есть, уже создавать непосредственно объект. Да. В сцене. И все. Так. Я еще что-то хотел сюда немного сделать. Ну. Все. В принципе, на этом, думаю, все. Можно завершать. Всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok